Богослови Мы устали Мы устали Я хотел немножко рассказать вам о постушании. Оно у вас не только хромает, а иногда и отсутствует. И делается вам не только негодным постушанием, что вы обсуждать начинаете между собой. Враг и друг. Можно отличить? Вдруг не тот, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. И поэтому, когда вам делалось замещание, у вас радости нет. Что, а, вот я не знал, а теперь я знаю, теперь я поступлю правильно. То есть ты Господу угождаешь. Сегодня много читали о том, какие Господь уготовил ограды. Тихо. Любой, кто умирает, не знаю, особенно молодые, в молодые годы, оставаться жалко жить. Есть такое стихотворение, она в автомобильной катастрофе. Потерпела аварию, лежит в позиции. Скажите матери. И мать пришла и встала у порога, как бы боясь ближе подойти. Она матери и говорит. Меня учила петь, играть. На портепиано хорошо играю. Но не научила умирать. А вот теперь мне нужно умирать. Врачи прошептали там понихоньку. Она говорит, ночью не протянет. Она ночью умрет. В таком времени катастрофе раздавила внутренности. Мы прославляем матерей так много. Благоговеем перед словом мать. Но только мать, что любит Бога, научит жить и умирать. Жить и умирать. И когда человек умирает, он не просто его в яму закопали. А душа его, самая сущая, с чем мы думаем, не мозгами, а душою. Она идет получать или награду, или наказание. В честьях святых неоднократно говорится, что малые дети гибнут душою. Маленький ребенок, ему 6 лет было. И он ругался нецензурно, матерился. И на руках отца был и кричал, вот они, вот они меня тянут. Не отдавай. Отец его прижал к себе, но он умер. Умер душою, похитили демоны, бесы. И утащили в ад. Поэтому вам нужно заботиться о том, как быть в послушании у Бога, у Его святых заповедей. Заповеди Божьи не тяжкие написано. Какие они могут быть тяжкие? Люби Господа Бога, Творца Твоего, всем умом, всем сердцем, всей душой и всей крепкой. Он сотворил нас. Мы не сами по себе говорим. Так у меня мама, папа есть. И мама и папа никакой роли-то не играют. Просто мы прошли через это. Через них Бог дал. Вот простое дело. Корова ходит. Вон мы видим стадо. Там коровы ходят, бычки. Едят траву. Ты можешь траву брать, выжимать, крутить на мясорудке. Там мяса нету. И мясом даже не пахнет. Можешь траву эту варить и ничего не будет. Но вот ест скотины и получается мясо. Из этой же травы у коровы получается молоко. Творот. Творот. У нас это все на неделю уже будет. Это мы видим, знаем, но ничего не понимаем. А как это получается? Ну как? Не знаю. Пробовали в машину заложить. Там разные добавлять ингредиенты называют. Добавки. Но зеленая какая-то. Еще раз так и игрушку. Она сглупая. Остали маленько добавлять молока. Осталась живая рыжка. Да еще и ребеночка твоего, котеночка кормить. Поэтому послушание из-за того, что Он наш Бог. Что Он желает нам блага. Если родители верующие, их обязательно надо слушаться. Если они верующие. А если не верующие, на хуле и дела. Тогда не надо слушаться. Беги от таких родителей. Которые своих детей отдают на плохие дела. Сказать даже страшно. На разврат и прочее. Продают за деньги. А ты веришь. Верь в Бога и в послушание Его за победян. За Боги надо знать. А у вас только отошел от вас. Вы начинаете что-то по палубе творять. Тогда еще один из них. Мы обедаем. Земля. Он тоже в эту землю. А земля мягкая. Это что? Бог так повелевает делать вещи? Так понятно, что это грешно. Это что? Не понимает человека? Это явное дело, что его сатана мучает. Мучает просто. И при таком поведении о спасении говорить очень трудно. Тем более, говорить любите, обсуждать начинаете. Он старший делает обещание. А вот это плохо. Хорошо, когда вы делаете все, что вам нравится. А нравится еще сама не знаешь. Ну все, не взял хлеб. Никто не просил. Хлеб. Брохнул здесь. Все кусты по земле. Все нормальные. Ну вы видели. А потом его тряхают. Ну ешь и едем. Ну явное дело, что не бодрствую. Не бодрствую. Лежу, кружки несут оттуда. Я говорю, не надо давать. Никаких. Заносят. Бах! Кружка по полу. Покатилась под шкаф. Ну, видели или не видели? Никто не видел. Никто. Когда кружки заносили оттуда с обеда. И кружка прохлывалась и покатилась под шкаф. Кто-то лазил, поднимал. Вот она видела. Ты нормально, Дмитрий. Я просто говорю, это что не пастушание маленькое. Но когда заповедь Божия, говорит, чти отца и мать. Люди Господа Бога, всем умом. Ум надо развивать, решиться всем сердцем. Смотрите, как о вас родители заботятся. Такую даль. Тысячи километров над океаном. Летели смашите. И вот уже. Это та же опасность какая. Мы о вас смотрелись. Это что-то означает родители восхождены. И они понимают, что в этом лагере плохого вас не научат. Помоги. Надо чтить родителей. Чтить, то есть посчитать. Слушаться. Без родителей это поездок живешь. И спать негде. Мы сегодня, видите, как Господь нам устроил. Отдельно помолились, как в лагерь сходили. Приехали люди из деревьев. Какое воспоминание останется. Какой лагерь был, мы запомним это. Столько лет нас Бог хранил. И потом отдельно собрались там поесть. Как были в лагере. Это напоминание. Напоминание Господь ему. Многое велись делать. Чтобы мы помнили. Не забывали его милости. А милости его великие. Когда люди ходят в послушание заповедям Божьим. Ему приятно читать святую Библию. Он читает и говорит. Вот это мне сказали. Я теперь знаю. Я этого уже не сделаю. Я не буду во время поста морозной пищи. Даже такое. Обижать. Наговаривать на кого-то. Злиться и прочее. Взрослым дана большая власть над детьми. А люди ей пользоваться не могут. Какая власть? Привлечь на молитву. Показать пример благоговейной христианской жизни. Верующие этого не знают. А мы ездили на курорте. Были в Таиланде. Я говорю. Что ты видел? Залился в ресторан. А ее одну оставили. У нас была виза. И она в этом сидела. Приехала вся вшивая. В шее там набралась. Люди разные купаются в бассейн. Это же не века, не пруд. Завтра, если Господь благословит, то у нас будет крещение. Будет крещено пять взрослых и двое детей. Вы увидите, как правильно крестить. Батюшка сойдет в воду. Сегодня надо забить по прямой коле взять и жертв. И вот этих резиновых хотя бы четыре или пять принести длинных. Одна на одну с запасом. Илта не так сбаламутит-то. А люди один за другим будут подходить, крещение принимать. Завтра. Это когда люди имеют послушание заповеди Божьей. Они не пойдут никуда. Какие-то секты и прочее. Они знают православное Церковь Святая. Церковь Христова святая и не порочная. Хотя внешне люди могут и согрешать, но они выпадают из церкви. Вам это трудно понять? Господь дал нам повеление. Заповедь. Притом добровольно исполнять. Тебе не нравится? А почему не нравится? Ну, определенно. Написано там, не лви, не лжесвидетельствуют. Никогда не льду. Сделал не так. Сразу принеси перед Богом покаяние. Подойди и скажи, это сделал я, чтоб другого не наказали. Ты виновен. Видит, что наказывает другого. А ему даже нужды никакой нет. В прошлом году залезли. Степы там, дети были. Их разогнали у нас. Они там были. Они уже на балкон со второго этажа были на шипере. А там только сорваться вниз еще не стоило. Стали разбираться. А мы не были. А его отец он видел. Нет, мы не были. Они заперлись. А потом сколько говорили, потом только сознались. Надо слушать. Потому что взрослые, они вперед смотрят. Понимают, здесь нельзя. Прыгать нельзя в озеро. У нас девочка одна была, с берега разбежалась и прыгнула. А там дерево, сучок. Она ногу поранила. Ее на руках понесли. Так и отправили домой. И больше она к нам не приезжала. Ну вы знаете, она вот в церковь ходит. Ксения. А почему? Непослушание. Человек послушал, ему сказали. Вот дорожка. Ты иди. Ты видишь, куча вот этой гречки. Обойди ее. Там машина. Не лезь. Не задевай. Не пожелай чужого. И ты везде начинаешь хвататься. Вот в Чечне там человек идет, а там лежит сукла какая-то. Ну не трогай, перейди. Красивая кукла-то взять. А только взял, она рванула, ему руки оторвало. А там снаряд. Зарядили специально под видом куклы, камупляж. Никогда ничего не берите. Даже деньги лежат там. Тем более спички. Вообще не прикасайся. Зачем? Это не твое. Стоит велосипед чужой. Взял. А они за него там закопали мину. Он дернул. Зарвало. Его сразу убило. Человека. Ребенка. Люди, которые убивают, они как демоны. А ты, знай, порядок такой. Никогда в руки спички не бери. Нигде. Никак. Вот у нас порядок за столом. Порядок, когда молимся. Вот посмотрите, как в церкви. Если в другое время не в церкви будете в другой, вы увидите, как там вот так люди ходят. А у нас как встали, так и стоят. Чего вы что там понимаете, Бог знает. Но по-русски считается многое. У нас псалтырь. Мы православные, поэтому мы ничего изменить не можем. Поэтому дома ведем занятия. Свидетельствуем о Господе. Беседуем здесь. И за стола за стол садимся. Вы помаленьку накапливаете материал для себя. Как поступить? Как правильно поступить? Как не отгорчить Господа? Ну, мы как только двое остались, так уже все. Конфликт между собой. Прозеетесь и в память это у вас что останется? Сколько раз говорил, на костер идете, на землю не ложитесь. Не ложитесь. Вчера гляжу, лежат подряд. Вот лежат. Вот вы лежали все. Все, начиная с тебя. Легли, распинулись. Земля содержит в себе влагу. В холод. Ты можешь позвоночник повредить себе. Ну, сказали мне, ну и не надо. Зачем ложиться-то? Придешь домой, ляжешь. Из костера приходите, спите дольше. Вот уже с понедельника, уже в 5 не будете вставать. Около 6. Солнце позже уже всходит. И мы за этим идем. Так. Послушание. О чем вас просто беседовали сегодня? О послушании. О кого слушать-то? Господа Бога. Заповеди в Евангелии написаны в Святой Библии. Священника. Родители. Учителей, которые учат Божественному. Обязательно надо слушать. О чем было занятие, Тараси? Сейчас не надо. Сейчас. О послушании. О послушании. О послушании. О послушании. О послушании. Спросят тебя мама, а ты скажи. Мы сегодня узнали о послушании. Ну, что, наверное, заходить будем? Отдохнули немножко? Угу. Не ходите-то. Это тихо, не хлопайте, наверное. , наверное. Спасибо. Можно ставить нас, компании святой Б hello, И в поделах так сильней прав加 έχει в воскресивый смерть ведь. Вот стади нас падшийся грехом, в простерзь, в руку Твоя человека, ручий Господи, манит Вами святых Твои. Волите Бог в власти трудных, полите Бог в салтыри в гусьле, отеческих Твоих недрами оттуда.